Девушки отдыхают 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 но я думаю, что это один из разных, это перейдь, у Европы, я думаю, что фанеры здесь хранят для жерзи, не на фронтой жерзи, не на камеру жерзи. И в Устатусе это про игроки, больше про фанеры и игроки, не на камеру. Это не важно кто в жерзи здесь, это про жерзи. И на NBA это про кто в камеру. Это цена очень интересная. Никто не закончил, потому что они играли очень хорошо. James, читаешь линии книги? Я не могу читать книги, потому что я не понимаю. Это были знаки, поэтому вы можете понимать. В последнее время, Александр, лучшее в campo, James White, вместе с Каукенес и Цинчарини, я думаю, что хорошим, также, по-настоящему, Антонутти, и я думаю, что Филлой, в первую очередь, Грег Брунгер и Микел Антонутти ухо cambiками, ухо ухо, отлетая панчо, да и подробно. Вinnen, как Брунгер и Микел Антонутти, я думаю, что у трех разная старая eatsина, которые на предпоследствии, которые добавляли из многих астантов, юниnier и Грег Брунгер и Микел Антонтти вы получаете поддержки как Джеймс, как Чинча, которые сейчас приведутся к очень высоким уровням. Итак, давайте посмотрим, что произошло в этой серии А с результатами других игроков. Мы оставим вас в классике, а потом, после этого, мы увидим все возможности о том, как и оценивать СССР и СССР. Потому что, по-другому, Александр, это было. Например, Песаро, который будет победителем Бриндиси, и урона Рома, которая виновата в Венея, после того, чтобы быть в 15-15 лунг, только для цитания двух. Это было очень странно. Рома была почти в 20-20, но в последнее время Венея урона полностью смешно играть и играть, и обеспечить у парзиала от 8-24, урона урона, 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 и урона, и урона, и урона, урона, и урона. И урона, и урона, по-бирам, и стр. Отец помережеет о 30-15 лунге, и осталось dormir с Dечением sets до конца. и урона, урона, Пистоя, а Болоня, державая фиамела, при этом 2.000 Пистоя в Паламалагуте, в Болоня, и Пуэймилан победил Сассари, и Сене в Вареже, потому что с Сеней позволяет математически плюсов. Поросим авторами Аvelина потеря 99-96 supplementари с Монтегранаро, практически позволяет зная следовая Монтегранаро, потому что если у Песаро у Песаро все было в голове с Песаро, а парь-то с пунктом Песаро вновь, вновь, если у каждого минка, останавливается в Монтегранаро. Что случилось с Мирко Зухи? Меттикela на 1-2, потому что Милану уверена в первичнице, математически, Сене уверена в первичнице, математически, Канту уверена в третье, математически. В последнее время у нас есть Сассари-Brindisi, и потом мы поговорим о 6-7 и 8-8, потому что первые три первые позиции уже были установлены, даже если Милана у него есть гара для ручки, которая против Кремона, который будет играть на сегодняшний день. Немного нового сообщения, «The no-fly zone when the flight is in the house» и Реггани начинают их аплодисменты для James White, но вы понимаете, что он уже получился на сегодняшний идол и Реггани, и Джеймс White также является главным представителем нашего ФИТ ВИЛЛАЖЕ КИЗ ОВДЕ ВИК, нашего КИЗ ОВДА СЕТИМАННА. Субтитры создавал DimaTorz, «The no-fly zone» и «The no-fly zone» и «The no-fly zone». Отдавайте посмотреть, что идет у нас сегодняшний首 сп revision. Мérience rápida cleared вointdomе 64-ма, на8 Rivera года и в Италии первые brought up в Small Dance Itals и в Ну 1998 Tech «The no-fly zone» и в МБИАilla? Идем, чтобы найти, также для тех не знает. У нас сейчас первый раз, на нашем выпуске. Петукобox, из-за Бенасси, как следует, в Кадельбоскопраде, Реги-Emилея. До ольтре 25 лет, банка привата Leasing дает кредит alle компании. Субтитры создавал DimaTorzok L'OMV è in grado di garantire servizi che vanno dalla progettazione alla fornitura dell'intera costruzione. Alla richiesta sempre crescente di professionalità e competenza, l'azienda risponde con tre requisiti fondamentali. Esperienza, serietà, collaborazione. L'anno scorso quasi 30.000 reggiani hanno riposto fiducia in noi, immergendosi nella piscina riscaldata, bodendo di due palestre con strumenti tecnologicamente avanzati. Medical Center aiuta a trovare la soluzione più adatta al tuo problema. Le nostre figure professionali possono seguirti passo dopo passo fino al raggiungimento degli obiettivi. Riponi fiducia anche tu in Medical Center. Via Gigli 7 Reggio Emilia 0522 28 28 28. Ne sei affranto e non riesci a dormire, vai da Notti d'Incanto e avrai sogni da offrire. Notti d'Incanto, vacanze da sogno. Sì, Notti d'Incanto, reti, letti, materassi, ti regala una vacanza di 7 giorni su una spesa di 499 euro. Trovi divani, letto, guanciali, poltrone, relax e reti per un sano e corretto riposo. Con consegne gratuite, ritiro vecchi materassi. Notti d'Incanto di Luca Vezzali, via dei Gonzaga 25, prima dell'Italghisa, Reggio Emilia. Vai da Notti d'Incanto e avrai sogni da offrire. Da 50 anni, Fratelli Bonaccini, concessionaria Fiat e Lancia e Alfa Romeo Service. Nella nuova prestigiosa sede di Reggio Emilia, in Via Curie, zona San Maurizio, la concessionaria Fratelli Bonaccini vi offre i servizi assistenza e ricambi per i marchi Fiat, Lancia e Alfa Romeo. Con all'interno l'ufficio ACI per il disbrigo di tutte le pratiche automobilistiche. La concessionaria Fratelli Bonaccini vi aspetta per presentarvi tutte le novità Fiat e Lancia, nelle due sedi, a Reggio Emilia, in Via Curie e a Bagno, in Via Cartesio, sulla Via Emilia per Modena. Fregni e raggi, i professionisti del gasauto. Installa ora un impianto GPL o metano di ultima tecnologia. Risparmi oltre il 50% e non hai limitazioni alla circolazione. Installazione e riparazione, impianti BRC e landi, revisione bombole e montaggio ganci traino. Ci trovi a Bagnolo in Piano. Chiamalo 0522 95 25 38 o visita il sito fregneeraggi.it Ottica da voli a Cavriago. È la giusta armonia tra professionalità e cortesia. Le migliori marche di occhiali da sole, da vista e lenti a contatto. Il nostro laboratorio è attrezzato con le migliori tecnologie, come il Vision Office per le nuove lenti progressive Varilux 4D. Una visione oltre ogni limite. Siamo centro specializzato per il montaggio interno di lenti su misura. Ottica da voli, in centro a Cavriago, in via della Repubblica. Lunedì, chiusura completa. Ben ritrovati, seconda parte di Basket Time. Con noi James White, guardia della paragonia stregiana, insieme ovviamente ad Alessandro Caraffi, insieme ai vostri messaggi, che sono tanti, davvero tantissimi. Tutti ovviamente per il nostro ospite. Ne vado a leggere qualche d'uno. Tutte le volte che ti vedo tirare dai quattro metri, mi ricordo al grande Mike Mitchell, al grande James, una domanda, cosa dice gli avversari, che parli sempre con loro. Ma domanda, mi ricordo che hai detto, che ti ricordo quando hai visto Mike Mitchell, che hai visto Mike Mitchell? Ma? 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 И это очень важно, поэтому это очень большой комплимент. Но большинство время я просто разговариваю с другими командами. Это просто частью игры. Я просто, я люблю, я держу меня в игру. Но большинство время я скажу им что это просто несправедливо, чтобы не добыть меня. Это большинство время я говорю. Да, ты сказал, что в итоге это очень важно, чтобы быть парадоксом Мик Митчелл, потому что он был один из самых больших игроков в игре в целом. И это не автоматически, что Джеймс Вайдсап и Майк Митчелл, это мы говорим, потому что это значит, что он также информировался на историю, в которой он играет. И он сказал, что это треш-talking, который он имеет с треш-talking и игроками, это для шерзаться, для того, чтобы держать его активность на матч. И, особенно, когда он не раздобляет, он, как случилось сегодня с Сакрипанти, он говорит, что, по-другому, он не раздобляет его, потому что он не раздобляет его. Он не раздобляет его, потому что он не раздобляет его. И что за претерпы? Я должен спросить, потому что ты всегда говоришь с претерпы? Да, я имею в виду... Да, иногда это хорошо, иногда это хорошо, иногда, на большинстве, это плохо, но, я имею в виду, что, в этом году, это, glaube я, это не другое, что я ни раздобляю с претерпами. Потому что, знаете, у меня, я учусь, они говорят, что... Так что, я пытаюсь раздобляет, но, я не знаю, я просто хочу победить, поэтому это просто часть этого. Я думаю, что, это, так что, этот год, это еще один год, который я говорил, но, иначе, это было бы нам не раздобляет. Что случится, если Реджо приезжает сестра, сетема и октава, в зависимости от следующего чемпионата, то есть Авеллина. Прежде всего, когда мы узнаем, Алисандро Карави, мы пытаемся сделать быстрый вопрос. Probabilmente, видимо, что у нас есть последний день, но мы не помним график, мы на классиках, так что люди понимают, Пистоя и Казерта, конечно, не могут сделать две пункты. Рома играет с Варезе, уже оттуда, и Реджо будет от Авеллина, уже оттуда. На уровне приблизительно, около 75% говорят, что Реджо приезжает сетема, в зависимости от результатов. Это не значит ничего, но для того, чтобы понять, что у нас есть возможность большая, что у нас есть сетема, и, соответственно, встретить Сена. Но, что происходит? Реджо приезжает сестра, если приезжает пари пункты, только с Рома, и не с Рома и Казерта, и исцема, и Рома виноват, что Рома, кроме dieser Рома, под Батте Казерта Ди плюс 23 лунгет, и это Попробую для Дifferензаканестри Генерале. У меня не было Настоящее? Это единственное, что мы у нас Мы у нас плюс 14 Дifferензаканестри Существует на Казерта Если Пистоя батте Казерта Ди 23 или 24 Ди 23, но Ди 23, но Ди 24, мы можем Ди 24, мы можем Паре 15 Дifferензаканестри в классе Вульс, и поэтому, это будет преимущество. Это для того, чтобы понять, что соперники нужно найти, потому что Сена, очень probablemente, Милану или Канту. Один из этих трех. И тогда, мы вернемся к James White. James, первая ряда в плей-оффе. Сена, Канту или Милан? Мы не знаем. Как вы предпочитаете? Как вы предпочитаете? Я предпочитаю не играть в Милану. Это команда мы не хотим играть. Это точно. Я думаю, они играют хорошо сейчас, но я думаю, между Сене и Канту, я думаю, что они очень равны для меня. Они же, и я думаю, что мы можем победить оба. Я думаю, что мы обоих общаемся хорошо с обоих командами, поэтому для меня это не важно. Он говорит, что нужно победить Милану, потому что он самый сильный, который играет лучшим баскетом. Для него это достаточно же, чтобы найти Сене, чтобы найти Канту, потому что они две хорошие команды, и не имеет значение. Я думаю, что ты скажешь? Сене и Канту? Сене и Канту я думаю, что у Канту мы не могли бы им играть абсолютно в сердце И на следующей вечере это было огромное рейтинг но я помню что утера утера и не было лучше и утера утера и утера утера и мы сняли и на 5-е и нечащие и на пианина и на пианина это очень сложно и встали и я и я ищу читать ищу 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 Это поэтому написано в языком региом Но в английском языке В языке броняя В языке В языке Попробуем его в следующем saga В жеем, это симпатично, это написано в региом Давайте это так Еще один есть James limitless Глаза в игре Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 И вы раздавали, что ты изменяешься в полной матрии. Много больше всего двух пунктов. Сын, именно. У меня не только двух пунктов, как ты сказал, но в фиаме. Я поднимаю в полную матрию, вырываю в полную матрию. Это правильная объяснение для того, чтобы у меня был баскет. Я, по-моему, в том числе, для меня, у меня есть геологи спеттаколари. Геологи, которые в поиске, говорил журналисты. Сын, но и в том числе, потому что в том числе. В том числе, по-моему, в моем мере, Паул Макферсон, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Радори должен идти на Кантуу, потому что Кантуу, как говорится, может уничтожить, не может быть Реджио. Также, если Реджио будет идти на Кантуу, то, как и другие итальянские команды, если мы исключим Милану, то, что, в общем, Реджио будет великий топ, также в таком смысле. Исторожно, мы не будем ступить этого румора, который вышел, который находится в кругом месяце, и, debido к тому, что Кантуу не знает, что он будет делать. И также сделали номер сакрипантию, например, сакрипантию, но он будет в кругом движении. Исторожно, что для игроков, а также для игроков, что для игроков. Мы не ступим, если у игроков, как Радори, или учителя на Кантуу, который был в Кантуу, может быть, Реджио в конце концов, вы говорите, если мы говорим о первые 3-4 социальные итальянские, мы уже 2 игроков, учителя, 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 Субтитры делал DimaTorzok И даже игроки, которые не хороши, все еще думают так, и нужно иметь эту менталитет. Я просто думаю, что его личность является таким, что он такой упорядоченный человек, и он такой спокойный человек, что иногда он взлетает, но я думаю, что у нас время, и он получает более уверенность каждый год, он будет иметь этот инстинкт, что я лучший человек здесь, и это просто разница между его сейчас и в будущем и в будущем он действительно в МВАة. А то же c'è, он потенциал для facетного его умного может быть даже с теми непосредственно вANDA в NBA может быть ктоIt is отличный и это мировое ему намного aztán он говорит, что он очень спокойный, очень спокойный, всегда нужно иметь что-то, чтобы сказать, что я продолжу быть лучшим, чтобы превратить его, даже в такой ситуации. Хорошо, мы сейчас будем остановиться, у нас есть второй и последний break, потом мы поговорим быстрее об Эвелином, еще немного о минерах, и познакомиться с Джеймс Уайт. Продолжение следует... Il calore della casa, il calore dei sentimenti. Da una grande esperienza artigianale nascono i salotti della nuova BM di Bagnolo in Piano. Belli per design, materiali e tecnologia, costruiti anche su misura. Nuova BM, ampia gamma di divani letto e salotti, letti e materassi per qualsiasi esigenza. Nuova BM Salotti, a Bagnolo in Piano, strada statale per Novellara. I salotti di qualità che durano nel tempo. Il calore della casa, il calore dei sentimenti. Nuova Renault Clio, da 10.950 euro per tutti. In più, 12 mesi di RCA gratuite. Danno 1,99. Perchè frate cagate da Inter? Atleva, dite c'è mercabassi a fare al capotto. Beh, perchè? Si è messo a fare anche i palto? Ma se ti capi, sono quei rivestimenti per il caldo e per il freddo. Dal ca? Si, ma non fa mica solo cappotti. Fa anche case, chiese, palazzi e aziende. Ma è vera! Io ti dico anche nella sua pubblicità. E allora? Eh, allora, va subito. E sai, per finire anche per partire il freddo. Vittorica Bassi, una scelta sicura per essere soddisfatti. C'è un'altra città sotto i vostri piedi. Benassi SRL. Pavimentazioni esterne con autobloccanti e portidi. Sistemazioni cortilide. Arredo urbano. Lavori stradali e fognature. Benassi SRL. La progettazione più attenta. I materiali migliori. Le macchine più moderne. E la serietà di sempre. Benassi SRL. Solide basi al vostro futuro. Bianchini Legnami a Bagnolo in Piano. 70 anni di esperienza. Propone legnami per interni ed esterni. Legno massello e lamellare. Lavorato e sagomato su misura. Inoltre dispone di pannelli per edilizia. Casseformi ferramenta e pellets per stufe. Consulenza, progettazione e posa di tetti in legno. Novità. Bianchini Legnami offre case modulari in legno. Complete di servizi. Pronte in consegna. Per il benessere del tuo ambiente di lavoro. Puoi ottenere un finanziamento del 65% sull'intervento di rimozione amianto e rifacimento copertura. Contattaci al numero 800 58 73 88. Stopamianto.it Ben ritrovati. Siamo agli ultimi minuti. Insieme a James White, insieme a Alessandro Caraffi a parlare di pallacanestro Reggiano. Noi ovviamente vorremmo chiedere tutte le nostre curiosità sul mondo in pieno che siamo malati anche di questa parte del basket. Leggiamo qualche messaggio anche ancora. Però stanno arrivando tantissimi ovviamente. La maggior parte chiede di restare anche l'anno prossimo. Mi ha già risposto. Ci penserò. Ma adesso non posso pensare. Ci chiedono. Ci dicono che il crossover e il fadeaway against DB were great. And then they ask you, how is Rasheed Wallace? Oh man, Rasheed Wallace is, he's one of those guys that people don't understand. Like he's way different than what you really think, you know, because you just see him. He gets the technical fouls. He's always crazy. But he's a great guy. One of the best teammates you ever can have. He's a great teammate. And just one of the guys you need in your locker room. He's always talking. Like on the court, he's always talking. Even when he's not playing. He's like, oh, look out. And that's the stuff you need. He's one of them guys you really, is really good for your team. You know, somebody else, Steven Jackson, it's the same way. A lot of people look at him and think he's a bad guy. But he's one of the best teammates I've ever had. He's just a good guy. Guys you need in locker room. Do you think he can become a head coach also? Rashid Wallace. Because he's doing assistant in Pistons. He's doing assistant in Pistons. Then I'll stop with the NBA. But I can't do it. Hey coach, to me, coaching to me is just the accumulation. I don't know if you know. Accumulation of things you've learned over the years. Yeah. And then sometimes when you have a lot of basketball experience and you play it a long time, you learn from some of the greatest people. When you're a coach, you just take stuff that you've learned from some of the best people. And you've played for some of the greatest coaches. And you take things from each person. The rest of the coaching is just about how you handle people. And I think Rashid Wallace is good with handling people. And I think he has a lot of knowledge. So I think he can definitely be a coach. Conoscere il gioco, prendere un po' tutto di quello che ti capita in una carriera e saper gestire. Questo è un po' il seguito. È un insieme, è stato allenare l'ambiente. È un insieme delle migliori cose che hai potuto apprendere dai vari allenatori che hai avuto. Ma soprattutto come gestisci i giocatori che hai in campo, non tanto come li alleni. A proposito di futuro, già che ci siamo. How many years do you think will you play basketball? And what will you do when you stop, when you retire? Quanti altri anni hai intenzione di giocare? Cosa farà quando... I mean, I feel good right now. I mean, I had a little injuries here and there. But to me, this is probably the best I've felt in a while. And I think I could play maybe five, six more years at a high level. I want to play at a high level. I never want to be the... You know, I always want to play. I think I could play five, six more years at a high level. Then afterwards, I definitely want to coach. I coach now in the summer, AU and high school. So I'm just learning, you know, learning on a job to be a coach and that's what I really want to do. Dato che lui si sente nel momento... Esatto, abbiamo a future coach. Si sente nel migliora nel miglior momento della sua carriera. Dato che lui vede ancora cinque, sei anni ad alto livello. Perché lui non vuole giocare a livello... Non vuole svernare. Più basso, esatto. Lui vuole rimanere ad alto livello. Però ho detto che dopo si vede come allenatore. Lo fa già durante l'estate, per alcune scuole, eccetera. E si vede in questa situazione. Interessante questa cosa. Ora però torniamo all'attualità. Torniamo alla partita contro Avellino. Andiamo velocemente a conoscere questa Sidiga Zavellino che è tanto faticato e che è già fuori dai playoff. Prossimo avversario della Grissinball lo facciamo col servizio di Alessandro Caraffi. Dopo l'estate di grandi sogni, la dura realtà del campo. La Sidiga Zavellino, avversaria domenica della Grissinball nell'ultima gara di regular season, era partita con tutte le migliori intenzioni per disputare una stagione di alto profilo. Il ritorno di coach Vitucci, dopo la stagione magica di Varese, aveva acceso l'entusiasmo della piazza, che però, ben presto, si è dovuta scontrare con problemi di chimica e di costruzione del roster, che non ha mai reso come ci si aspettava nonostante i tanti cambi. Fuori dai playoff, la squadra ripina vorrà comunque chiudere la stagione davanti al proprio pubblico vendendo cara la pelle, e la Grissinball per questo è avvertita. I giocatori faro sono gli stessi dell'andata. Ivanov si è confermato un giocatore sempre più interessante e concreto anche in situazioni di pressione, mentre in cabina di regia Lakovic si è visto affiancare Limar Goldwer, vecchia conoscenza di Biancorossi nelle stagioni in Lega 2, che ha tolto minuti e peso dalle spalle dello sloveno. Tagliati Dean e Richardson è stato promosso in quintetto cavaliero, con Foster, guardia che sta faticando non poco a trovare la propria dimensione, a fianco a lui. Sotto le plance l'assetto è invece immutato. Assieme allo stesso Ivanov c'è Will Thomas, uno dei migliori americani dell'intero torneo fino a metà campionato, e poi un po' scomparso, trascinato a fondo dalla scarsa vena generale della squadra. Vi è dato a sottovalutare l'avversario comunque. Reggio, devo provare a tenere successo per evitare sorpresi in chiave playoff, e per chiudere la grande una stagione che in trasferta è stata altalenante. Allora, prossimo turno, anzi prima, il campetto di Avellino, per andare a conoscere nel dettaglio una squadra che è cambiata tanto. Ora, le rotazioni sono nettamente ridotte, basti pensare che Biliga e Spinelli giocano pochi, pochissimi minuti, sotto i dieci minuti, forse anche sotto i cinque, spesso e volentieri. Quindi ci sono Lakovic e Goldwire, Cavaliero e Foster, Ivanov e Acciara e Will Thomas. Tre lunghi, tre piccoli, fondamentalmente, e Foster. Questo è Avellino, in sintesi. Esatto, si passa tanto da Ivanov, da Kaloyan Ivanov, sia a livello offensivo che per le sorti difensive. Will Thomas è in netta discesa rispetto a quello che ci ricordiamo all'andata, che, come ho detto nel servizio, era uno dei migliori giocatori probabilmente del torneo. L'inserimento di Goldwire, secondo me, non ha dato nemmeno i frutti sperati, nel senso che è un giocatore che io fatico a vedere in Serie A ad alto livello. Ricordiamoci che però Avellino non avrà più niente da chiedere davanti al pubblico, quindi io penso sia una partita abbastanza complicata, perché il talento ce l'hanno, Cavaliero, eccetera. Un po' come Venezia giovedì scorso, sono capaci anche di farti 100 punti in una partita, non come Venezia. Non come Venezia come talento e non come quelle possibilità di colpire che aveva Venezia, però è una partita a cui bisogna stare attenti. Allora, guardiamo un attimo il campetto ancora, chiediamo a James, qual è il giocatore più pericoloso, quello che è da temere di più? I think Thomas and Ivanoff, both two good players. Every week they show up and play great. I think they're the most consistent players on their team. I think Thomas and Ivanoff, they're both going to do basically what they do every week. And I think those are the guys we really have to look out for. But I think Cavaliero is a guy that he's a wild card. One game he might not give you what you think he'd give you, but he can come through any time and have a big game, so we have to definitely keep our eye on him. He said that the front line is certainly a front line of talent. The players from whom you have... Ivanoff and Thomas. Ivanoff and Thomas are the players who are most tempted, but you don't need to increase the attention to anyone. For example, a player like Cavaliero, every time you call him in charge, always gives you something. And James knows why he played in Pesaro. Exactly. What about you as a team? What do you have to do to win in Avelino? What do you have to do to win in Avelino? A question is a good question. I think the first thing we have to do is play our style of defense, keep the pressure on them, be tough and physical. I think the biggest advantage we have is our bench. We have a deeper bench, we have more players, so I just think everybody has to play as hard as they can. And if you need to get subbed, we have guys that come in and I just think everybody needs to give it all, because this is a big game for us. He said that they should keep the defense high, and play with their defensive defense. And then the panchina. And then the important thing they have is the panchina, which is always going to have a new protagonist. And I think that with Avelino, we have this weapon in the most important thing. All right, we are in closing the last minute. I ask you, Alessandro, to give us a quick point on what happened. Because we have closed some stages in our minor series, and then we will greet James White. And above all, we could have closed one career. It's important. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова To have you here, un piacere per noi, grazie mille anche a Mirko Zucchi in regia. Vi ricordo, domenica alle ore 18 c'è Silica Savellino contro Grissimbori e Gemiglia. State con noi con Domenica Gol per tutti gli aggiornamenti live, non possiamo farvela vedere per questioni di regolamento, perché c'è la RAI che fa vedere Pistola e Caserta, però se state con noi la seguiremo veramente, minuto per minuto, vi faremo praticamente la radiocronaca in diretta con Domenica Gol e seguiremo ovviamente anche i risultati degli altri campi per capire poi quali saranno gli accoppiamenti che il 19 e 20 maggio faranno iniziare i play-off. Grazie mille a tutti quelli che ci hanno scritto, grazie ai nostri ospiti, la linea Pondara, la sigla di chiusura. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.